На космодроме Восточной в Амурской области началась сборка носителя «Союз». Она должна будет вывести на орбиту несколько научных спутников. Предварительная дата первого старта 25 апреля. Подробности знает наш корреспондент Кирилл Ольгов. Апрель месяц этого года фигурирует именно как стартовый прорыв запуск первой ракеты, ракеты-носителя с космодрома Восточной. Хочу отметить, что пришлось нам преодолеть 6-часовых поясов, 2 часа на вертолете, чтобы оказаться здесь, на космодроме Восточной. Стали мы свидетелями именно сборки первой ракеты. Сейчас над ней колдуют, если можно так выразиться, специалисты. Наводят лоск, проверяют все системы для того, чтобы она была полностью готова к запуску. И готова как раз к тому моменту, когда будет сюда доставлен космический аппарат «Аист-Ломоносов». Это произойдет в январе и феврале. И вот тогда уже можно будет констатировать о том, что вот эти смежные, но такие близкие друг к другу объекты должны начать стыковаться между собой. И уже тогда стадия подготовки запуска войдет в такую конечную финальную стадию, после чего можно будет уже говорить о примерных сроках. Но вот пока апрель называется это. После многочисленных переносов, первоначально ведь должен был запуск осуществлен быть еще в декабре, вот этой ракеты, точнее не запуск ее сборки, ее перенесли на январь, как сразу вот эту дату в Роскосмосе соблюли. И вот сейчас, конечно же, самое интересное состоится ли запуск уже ракеты-носителя на орбиту, а после этого пилотируемого корабля, уже после этого полноценного экипажа. Нам удалось пообщаться сегодня с представителями космодрому «Восточный», которые рассказали в первую очередь о преимуществах этой установки, и вообще о преимуществах космодрома «Восточный», которая по разным показателям вообще не имеет аналогов в мире, к примеру, будет принимать все ракеты-носители «Союз», и вот таких аналогов в мире нет. Все системы, смонтированные здесь и в пристроях, включая оборудование, которое вокруг себя видите, проходят этап испытаний, комплексных сборей. В процессе идет и подготовка ракет-носителя. Наши коллеги, бригада «Самара», изготовитель и разработчик ракет-носителя, ведут работы с ракет-носителем, который мы применяем, и он и пойдет и на подготовку, и на пуск именно этот ракет-носитель, и он же используется у нас в комплексных испытаниях. 67 километров кабелей связывают здесь многочисленные агрегаты между собой, ведь это синхронность их работы, по сути дела, зависит космическая Одиссея, покорение космических глубин, но несмотря на вот такую многогранность и разветвленность систем, всего лишь несколькими кнопками будет управляться старт, и принципиальные отличия уникальная вентиляционная система, стерильная частота в блоках и вот в стартовом комплексе, где мы сегодня побывали. Что касаемо сроков выхода на орбиту беспилотника, это 2021 год, ну и совсем уже грандиозные планы. Отправка первого экипажа с космодрома «Восточный» звучит пока дата 2023 год, так что будем ждать новых космических свершений. Кирилл Ольков, Евгений Китовец, LifeNews.